АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Ну что, линии жизни, про эту линию жизни что можно сказать? Еще продолжается она, слава Богу. Про нее много чего сказано. По Ахуджаму сказал, жизнь короткая такая. Кто-то сказал, жизнь прожить не поле, перейти по Старнаку. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Эти сестры, в трех сестрах говорят, если бы знать, если бы знать, куда она ведется. Ну вот привела меня эта линия жизни на телевидении к вам. Какие вопросы есть, чтобы лишнего не говорить. Валентин Иосифович, расскажите, пожалуйста, о самых дорогих для вас людях. Самых дорогих? Да. Вы знаете, дорогих становится все больше и больше. Чем старше становишься, начинаешь ценить больше и понимать то хорошее, которое тебя окружало, окружает, делает тебя. Это прежде всего семья. Прежде всего семья. Потому что это основа. Это прежде всего мои учителя. Это последователи и ученики Станиславского, Немировича Данченко, Василий Иванович Топорков, Василий Петрович Марков и вообще все мои педагоги. Я помню, что это такое поступать в школу-студию МХАТ. Я решил стать артистом, потому что как-то ночью сообразил, что ничего легче и проще этого нет. Я не думал о том, что там какие-то главные роли играть, что-то такое. Думал, господи, выйду, сказать, кушать поданный, достаточно тебе, да еще деньги буду за это платить. Я поехал, где находишь школу-студию МХАТ. Я целый год не мог перейти на улицу, противоположную сторону улицы, где была дверь, вход в школу-студию. Я стоял и видел, как оттуда выходят вот эти самые мои будущие учителя, как выходят артисты, студенты, которые такие враспашку пальто, какие-то кашне, какие-то клетчатые рубашки. Все мне казалось у них вот артистично, какие-то кепки. И вообще они были как-то свободные. Я завидовал этому. Потом наступил момент через год, когда я туда попал. Попал в эту школу-студию МХАТ. Спасибо Борисовичу Вершилову, который не выгнал меня с первого тура. Я ему как-то не понравился, потом он меня задержал в дверях и сказал, вот осел и Соловьевы читали басню. А вот как осел, например, разговаривает. Я как осел. Ну, прежде всего, я хочу сказать, говоря о своими учителях МХАТовцев, это случайная встреча в Сокольниках с Сергеем Дмитриевичем Столяровым. Вы знаете, Столяров замечательный киноартист, который снимался в цирке и играл сказочных богатырей. Прекрасно. Я в Сокольниках, где я жил, это моя родина, в Сокольниках. Иду по парку, значит, тоже в состоянии будущего студента школы-студии МХАТ. Прошел первый тур. Идет Сергей Дмитриевич Столяров, настоящий артист с собаками. Я пошел за ним, думаю, господи, боже мой. Сейчас артистов чаще встретишь на улице, их больше стало. Но таких узнаваемых, как Сергей Дмитриевич, очень мало. Я пристроился сзади, потом опередил, и говорю, дяденька, сказал я, я поступаю в школу-студию МХАТ. Помогите мне прочитать стихотворение и басню. Особенно басню. У меня не получается. Он посмотрел меня, как на идиота, и сказал, кто набирает? Я говорю, Василий Иванович, ты парков. Он так как-то скучно сказал, это мой учитель. Я думаю, ничего себе, поможет по блату, позвонит куда-нибудь. Ну вот. Я пошел дальше, я говорю, можно я вам почитаю здесь басню? Он пристроился к какому-то пеньку, он говорит, ну зачем же здесь, сказал он мне, приходите ко мне домой. Дал мне адрес и телефон. Я позвонил ему, пришел к нему домой. Он лежа на диване, слушал меня. Потом приходил Кирилл, его сын из школы. Жену он позвал, когда у меня что-то стало получаться. А басня была любопытной, которая начиналась. Приятель, дорогой, здоровый, где-то был в конскамере, дружок. Часа там три ходил и так далее. Я и молол ее так на одной ноте. А он говорит, что это два разных человека. Один хочет всем рассказать о чудесах, которые он видел, переполнен этим. А другой его друг идет такой толстенький, маленький, спокойный, по другой стороне улицы. И тут его откликивает этот толстенький, приятель, дорогой, где ты был? Потому что тот странно себя ведет. Тот видит, что можно с кем-то поговорить, перепрыгивает через улицу и высоко говорит, «Кунс камери, дружок, часа там три ходил, все видно». Вот это две разных ноты. Слона он не приметил. Вот за это вот «Кунс камери, дружок, меня приняли в школу-студию МХАТ». АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это Сергей Дмитриевич Толяров. Можно бесконечно перечислять, сколько прекрасных людей, не только артистов, которые научили тебя что-то ходить, говорить. Есть много очень врачей, потому что в течение жизни ты болеешь, иногда тяжело, тебя спасают замечательные врачи. Олег Борисович Лоран, Дмитрий Ильич Пушкарь, не могу не назвать их имена, фамилии. Замечательные врачи, дай Бог им здоровья и всего хорошего. Без них невозможно, понимаете. Должен вам сказать, что хороших людей не так мало, как мы думаем. Вы понимаете? И они неистребимы. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Валентин Ильич, вам приходилось когда-нибудь участвовать в самодеятельности? Да, конечно. Вы, наверное, знаете что-то про самодеятельность. Я участвовал. Я участвовал в школьной самодеятельности. Меня туда не принимали, в этот кружок. Но я все-таки сидел и ждал, дождался, пока меня туда позвали. Там не хватало женщин, девушек, потому что учились мы отдельно, мальчики и девочки. И на роль девочки, а эта девочка в пьесе Антона Павловича Чехова «Предложение», вот эту самую невесту, играл я. Это было замечательно, потому что мы месяц прогуливали, мы репетировали. Все было очень интересно. Единственное, что плохо играть женщинам, потому что парик и волосы все время лезли в рот. Это было и смешно, и серьезно. Вот. И даже мама у меня приходила смотреть самодеятельность, потому что в театр она не ходила. Она видела один раз у меня, только когда я играл с Андрюшей Мироновым, Фигаро, я играл графа. Я был первый исполнитель этого графа. Она была, я вспоминаю, сейчас в связи с самодеятельностью мамы, потому что она не знала, что я два года учусь в школе-студии МХАТ. И когда она меня спрашивала, я думала, что я хожу на завод в какой-то кружок самодеятельности. Завод, геофизика. Ну вот, и когда она спрашивала меня, что вы там делаете, я говорю, хлопаем в ладоши. Она говорит, только ты об этом никому не рассказывай. Потом, случайно говоря с кем-то по телефону, она назвала, что это студия МХАТ. И тогда сказали, это же институт, значит, он способный человек. Но она меня видела один раз в театре. Вот из сатири я спросил, как. Она сказала, Валя, какой ты худой. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Александрович, скажите, место в вашей жизни занимал и занимает спорт? Я вообще-то, честно вам скажу, очень люблю спорт и смотрю по телевизору спорт. И раньше я ходил... Вы знаете, я был на футболе. На футболе, на футболе в 1945 году, когда играла Динамо и ЦДК. Когда я получил первую свою премию, находясь в театре на Малой Бронной, я ходил... Мне назвали мою фамилию, я выходил на сцену, как будто я спортсмен, а не артист. Я достал жвачку. У меня был такой спортивный свитер, который мне привезли из Швеции, ходили хоккеисты. Тогда джинсы, это было вообще что-то невероятное. У меня были синие джинсы. И объявили гафт, я пошел на сцену, вот. Жуя. Сейчас, вот так вот, кланяй. Бирман вручала Серафима премию. И сказал, посмотрите на этого наглеца. Он даже вышел, не доживав бутерброда. И мне эту премию не дали. Я и ушел, вот так вот, как спортсмен. Вообще, я люблю спорт, очень похож на театр. Там очень близко все лежит. Понимаете, вот это спектакль, который неизвестно чем закончится. Можно быть очень готовым и вдруг за секунду все растерять. Потом, игра в пас, это видеть партнера. Это очень серьезное дело. А тренер, это вообще-то режиссер спектакля. Надо любить тренера, надо чувствовать его, как что он говорит. Нужно наполняться энергией, нужно понимать, нужно освобождаться от неважных вещей. И заниматься только важными. Мечом, партнером. Нужно питаться этой энергией. Нельзя думать о другом. Это так похоже, когда ты играешь в театре, очень важный для тебя спектакль. Поэтому я люблю спорт. Я люблю очень спорт. Я люблю и футбол. Хоккей, к сожалению, с футболом у нас не важно сейчас. Мне кажется, что раньше было как-то лучше. Это все было, они не получали такие деньги, хотя дай бог, чтобы получали все. Но это очень важно понимать, что ты играешь за себя. И честно скажу, не побоюсь, нужно, чтобы стояла за тобой эта твоя страна, которую ты любишь. Валентин Васильевич, скажите, пожалуйста, вы, наверное, помните свой выход впервые на профессиональную сцену. Расскажите, пожалуйста, об этом. Какую роль вы играли? Я снимался в картине «Русский сувенир» Александро с Любовью Петровной Орловой, с Еленой Абрамовной Быстрицкой. Там снималась потрясающая компания. Попов, там был Ирослав Павлович Гарин, Кадочников и так далее. И один из съемочных дней ко мне подошел Ирослав Павлович Гарин и сказал, молодой человек, у меня запил артист, вы не можете его заменить? Я говорю, конечно, сказал я. Это тень Шварца, пьеса «Роль ученого». Я не читал эту пьесу. И тогда Шварц, как говорится, был не в моде. А это был замечательный спектакль в театре сатиры, который я не видел. Я говорю, конечно. И он меня пригласил на следующий день к себе домой. Ирослав Павлович Гарин. Я пришел. Позвонил в дверь, встретил меня Ирослав Павлович и говорит, пойдемте. Большая квартира. Проходя одну из комнат, я увидел детскую кроватку с сеткой. И там мертвого человека, как мне показалось. Сухая женщина, под белой простынкой, сморщенное лицо, опущенная рука, вещащая с кровати, шея с головой. Я понял, что случилось несчастье. Я говорю, Рас Павлович прошел в кабинет и меня с собой. Я ни о чем другом не думал. Он мне стал рассказывать о Шварце, о тени. Показывать какие-то скульптурки. И говорит, это кто? Я говорю, вы. И он говорит, нет, Мейерхольд. Показал еще какую-то скульптуру. Я говорю, это вы. Нет, это Мейерхольд. Мы тогда про Мейерхольд мало чего знали. Хотя все-таки знали, но не так, как сейчас. Потом он показал еще разные фигуры каких-то человечков. Я всегда называл, что это вы. Он говорит, нет, это Мейерхольд. На этом разговор закончен был. Я не мог с ним разговаривать, потому что там лежал мертвый человек. Это была его жена, которая пережила его на 25 лет. Хеси Лакшина. А когда наступил момент, значит, премьеры моей меня ввели туда за несколько репетиций. Вот недавно мы вспоминали с Оросевой, как это было. Начинается спектакль, я стою на балконе. Оросева, вот с одной стороны, и Зелинская. Одна, значит, артистка играет, другая принцесса. Я перепутал принцессу с Оросевой, мне надо разговаривать с принцессой. А я стал говорить с артисткой. Она говорит, ты не стой говоришь, повернись в эту сторону. Я повернулся и подо мной подломался об балкон. Я почти свалился в оркестр. В первом и во втором ряду почти ничего не было слышно. Меня, конечно, в этот театр не взяли. Я даже просился электриком. Не взяли. Потом, через 10 лет, я там, говорят, удачно сыграл графа. Вот это вот такие вот вещи. Это первый выход на сцену. А кем были ваши родители, мама и папа? Мама у меня к театру никакого отношения не имела. Она человек с тремя классами образования. Но, должен вам сказать, моя мама прочитала столько, сколько мы все вместе не прочитали. Она всегда была с книгой. Она потрясающе готовила. Она была изумительной домохозяйкой. Папа у меня военный. Который, кстати говоря, прошел почти всю войну до конца 44-го года. Потом был адвокатом. Рано умер. Он мне всегда говорил, какой ты артист? Вот Миша Казаков артист. Посмотри, как он одет. У него бабочка, у него галстук. У него хороший пиджак. А ты хоть черт тебе в чем. Какой ты артист? Артист должен хорошо одеваться. Но он, к сожалению, рано умер. И не видел меня в каких-то моих ролях. Вот. И мама тоже, я уже сказал, по причине того, что она говорила, когда ей звонила Галина Борисовна, Волчек, приглашала в театр, она говорит, я его дома вижу. Вот такая семья у меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лентин Иосифович, есть такое понятие – свой режиссер. Вы нашли его? Вы знаете, я работал с разными режиссерами, и каждый из них в какой-то период был свой и любимый. Это прежде всего Андрей Александрович Гончаров, в театре на Малой Бронной, замечательный режиссер, понимаешь, что сейчас таких нет, смело могу сказать, есть замечательный ученик Гончарова, который может быть даже в чем-то превзошел своего учителя, не потому что он талантливый, а потому что время другое. Это Петр Наумович Фоменко, он ученик Гончарова. Потом был Анатолий Васильевич Эфрос, потрясающий режиссер, которого мне повезло, спустя 11 лет после окончания студии, их похождения всяких тел, я у него играл спектакль «Обольститель Колобашкин», пьеса Эдика Радзинского, от которой не осталось ни следа. Я запретил эту пьесу. Вот. Это были тоже счастливые моменты моей жизни. Но должен вам сказать, что меня всю жизнь тянуло в «Современник», потому что я есть выпускник школы-студии МХАТ. Она отбедится на меня, но я повторяю это говорить, что меня не взяли в «Современник» из-за Галины Борисовны Волчих. Я ей не нравился, потому что я все наигрывал и что-то такое. Ну вот, конечно, свой режиссер Галина Борисовна Волчих. И она знает меня. Например, играли им «Трудные люди» такой спектакль. Почему я? Она мне помогла просто войти в дверь. Она сказала, что вот так надо входить, поехала роль. Понимаете, смотря что. Потом мы как-то уже близкие свои люди. Но это не значит, что мы там тыкаем друг друга. Я на репетиции всегда называю «На вы». Вот. А так иногда на «ты». Но это свой режиссер в полном смысле этого слова. Вот сейчас мы выпустили «Заяц лапстори» спектакль. Конечно, это придумала Галина Борисовна Волчих. И мы там с Ниночкой Дорошиной, с изумительной артисткой. Я 38 лет работаю в театре. Первый раз имею такую изумительную партнершу. Хотя у нас в театре насчет партнерши одна лучше другой. Это и Лилечка Ахиджакова, Леночка Яковлева, это Мариночка Ниелова. И очень много молодых сейчас талантливых. Просто цветник. Понимаете, ну все прекрасно. Но вот сейчас с Ниной Дорошиной я получаю огромное удовольствие. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что еще? Винтоний Васильевич, вот у меня такой вопрос. Вам приписывают авторство практически всех таких злобных, достаточно едких эпиграмм. А почему вы отказываетесь? Почему приписывают? Я отказываюсь, я уже внимания не обращаю. Чтобы в интернете там посмотреть, что такое. Это страшно. Я как раз в интернете смотрела, поэтому... Это страшно. Я понимаю, что люди понимают, что я не могу это написать. А эпиграммы, они, господи, родились совершенно случайно у нас в театре, когда я чего-то такой там пописывал, кого-то поздравлял. И Олег Николаевич Ефремов сказал, что все пропадает, пиши для Капустников. И я стал писать для Капустников. Писать, сочинять устно. Первый был Миша Казаков. Понимаете? Миша Казаков, это вот я первый сочинил. И в течение 30 лет родилось три эпиграммы. И перед смертью, как раз почти незадолго, Юрий Владимирович Никулин позвонил, имел честь с ним быть знакомым. Он звонил, иногда рассказывал анекдоты, а я ему эпиграммы. Я ему прочитал три эпиграммы на Мишу Казакова. Он их назвал «Долгий конец Миши Казакова». Миша красавец. Он и Вася Лановой их путали. После убийства на улице Данте девушки бросались ему на шею. Ломали просто шею. Миша интеллигентный человек, отказывать никому не мог. Женился бесконечно, впрочем, дай бог ему, он это делает до сих пор. У него полно детей, один лучше другого красавца. Миша замечательный дед, отец и все такое. И вот один раз я сидел в ВТО в ресторане нашем, который теперь сгорел. И объявился Миша Казаков с очередной женой. Понимаете? А я получил задание придумать эпиграммы. Ну и написал эпиграмму, который мне Ролан Быков объяснил, в чем ее смысл. Я подошел к Мише и честно сказал, что я написал на него вот гадость. Все знают Мишу Казакова, всегда отца, всегда вдовца. Начало много в нем мужского, но нет мужского в нем конца. Понимаете? Я имел ввиду творческий конец, а Ролан Быков уже знал и другие концы. А я не знал. Я был мальчик совсем. Ну потом объяснил, я извинялся перед Мишей часа четыре. А потом уже в Израиле Миша работал, уже на еврите говорил. Понимаете? И он пришел, когда мы приехали туда сниматься. Пришел, сидел в зале, была с нами встреча. Я продолжил. Он режиссер, артист и чтец, но это Миша удручало. А в Тель-Авиве и конец, смотреться будет как начало. А потом, когда он вернулся уже в Россию, и замечательно, кстати говоря, работает Мишенька, я написал так. С похмелья или перегрева, не отступая от лица, он справа там читал налево, чтобы снова здесь начать с конца. Вот это и есть долгий конец Миши Казакова. Кстати говоря, я Кваше написал, знаете что? Значит, Когорьков, это мой друг. Я написал так. Ты, Игорь, в театре современник, играешь с первого же дня. Нельзя сказать, что ты изменник, нельзя сказать, что ради денег ты стал ведущим, жди меня. Но слух прошел среди коллег. Он и артист, и человек. И этим надо дорожить. Твой труд воистину полезен, артистом можешь ты не быть, но гражданином будь любезен. Добрый вечер, Валентин Васильевич. Добрый вечер. Уж скоро полночь. Да, уж полночь близится, да. Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили немало режиссеров, с которыми вы работали, а скажите, пожалуйста, вот как состоялось ваше сотрудничество с Эльдаром Рязановым? И как вы получили роль в гараже? Спасибо. Я вообще у Рязанова случайный человек. Хотя очень люблю, и он ко мне выяснилось, тоже хорошо относится. И в гараже я снимал случайно. Я снимался на Мосфиле в каком-то другом фильме, в павильоне, а Шурик Ширвиндт выпускал спектакль в Театре Сатиры и не явился на съемку, и что-то задерживал. И искали артиста. Тогда Лилич Кокиджакова сказала Элику, вот там Валя Гафт снимается, возьмите его. И он сказал, нет, он меня заговорит. Дело в том, что когда он собирался, все равно надо Бержарак снимать. Он мне давал какую-то роль, я пришел к нему, поскольку я не снимался, его вообще мало. И я столько придумал про эту маленькую роль, что он обалдел. Я час ему рассказывал, он сказал, я никогда с этим артистом связываться не буду. Но тем не менее, Лилечка все-таки упряменькая, такая хорошая, и она настояла. Меня привели, и я там вообще молчал, не разговаривал. И снимался в этой картине. После этой картины я снимался вот, «Обедом кусать, замолоть слово». Эту роль действительно была написана, имея в виду меня Гришей Гориным. А потом «Небесо обетованной». Должен был сниматься другой артист, но, к сожалению, он умер. Это Жора Бурков. И меня тут же Рязанов пригласил. Ну, я играл совершенно по-своему. Ну вот, а потом поехал, поехал. Рязанов меня все время приглашал куда-то. И склячь, и шмачьи там. И все. И Рязанов – это мой режиссер. Он меня сделал киноартистом. Кто открыл ваш музыкальный талант? Музыкальный? Музыкальный. У меня музыкального таланта нет. Как же нет? Что? Ну, конечно. А что, я несколько раз пел песенки. Я пел вот хороший роман Суризанова «Обедом кусать, замолоть слово». Хороший. И текст хороший. Музыка Петрова замечательная. Мне этот романс очень нравится. Некоторые слушают, и я им не говорю, что это я, потому что не поверили. Но это вот благодаря Илья Рязановичу Рязанову, конечно. Который разрешил мне петь несколько дублей. Музыкальный талант этого. Музыкальный талант был Андрюша Миронова. Вот это я понимаю музыкальный талант. Он пел всегда, повсюду. И замечательный. Знаете, с каждым днем, хоть его нет, он поет все лучше и лучше. Знаете, как Раневская сказала про фильм один, который она смотрела? Сегодня смотрю картину в четвертый раз. Сегодня артисты играли лучше. Мне вообще нравится, когда драматические артисты поют. Но не все. Некоторые. Я одной даже артистке написал. Уверен, вы запели зря. Вам мало разговорной речи. Но часто ведь и говоря, вам не о чем сказать и не о чем. АПЛОДИСМЕНТЫ Калитин Иванович, вам приходилось в жизни встречать вот таких полковников, которого вы сыграли в фильме Петра Тодоровского «Анкор и еще Анкор». Вы знаете, какое дело? Я из семьи, в общем-то, военного человека. И семья была, где разговоры были довольно честные, принципиальные, откровенные и даже опасные для того времени. И это отразилось и в этой роли. Отец у меня был похож на этого человека. Вальдин Иванович. Да. Помните ли вы войну? И где и как вы ее пережили? Войну я вам расскажу. Мы 21 июня должны были ехать на Украину через Киев. Но случилось, билеты какие-то фальшивые купили. Их поменяли на 22 число. Если бы мы 21 всей семьей поехали, нас бы не было в живых. А мы 22-го утром послушали речь Вячеслава Михайловича Молотова и, конечно, остались в Москве. Войну я провел почти всю в Москве. На время мы выехали в Иваново, где стоял полк отца. Потом он пошел дальше. А мы вернулись в Москву. Но я помню 45-й год, когда мы уехали уже отдыхать на Украину. Все считали, что Украина, там молоко, там мясо, там куры, там зелень. Отдыхать по старой привычке. Я ехал в поездах, в которых ехали люди после Берлина, после войны. Я лежал на полке, где чемоданы ставили на четвертый. Бесконечные остановки, толчки, кипяток. И больные, инвалиды, без рук, без ног, эти гармошки. Этот шум, я на всю жизнь это врезалось. А с войной у меня связано, я провожал своего двоюродного брата. Вся семья его провожала без крика, без стона, без соплей. В армии, в ополчении. Я прижался к нему. Я помню, что вот этим лбом я касался его пряжки. И первый раз в жизни заплакал. Не знаю почему. Я от стыда убежал в другую комнату. Ну, случилось, так сказать, его тут же там ранили под Москвой. Он лишился легкого и хромой. Кстати, он жив, дай бог ему здоровья. Вот так, это вот ополчение. Началась так для меня война. Я думал, что я буду войну смотреть из-за окна. Где за забором будут драться наши и немцы. И наши обязательно победят, потому что у нас сильные собаки и пограничники. Вот так мне казалось, будет война. Ну, а потом уже дальше я взрослел. В 44-м году я уже был в госпитале у отца, которого не видел, потому что он был весь заментованный. По сути дела, он, в общем-то, умер от этих всех ран и переживаний. Вот так. Да сейчас вы знаете что? Здесь недавно был вечер, была-то Акуджава, поскольку коснулись войны. Меня Ольга Акуджава просила выступить там. А я сейчас уже эпиграммы не пишу, я пишу посвящение. Я написал посвящение Акуджаве. Можно я прочитать? Раз уж вы спросили про войну. Человек привязан к жизни, отстает, бежит вперед, Отдает всю жизнь отчизне, кто-то честно, кто-то врет. Но до ада или рая постепенно все дойдут. Жизнь короткая такая, долгим будет страшный суд. Многих нет, а те далечи. Откричали петухи, ночь, сутуленькие плечи. Вот гитара, вот стихи. Сердце слева, орден справа. Вот солдатская шинель, вот сапог полудырявый. Вот троллейбус, вот апрель. Вот арбат, как река, маховая, бронная. Вот на струнах рука и слова на века им произнесенные. В гимнастерке полуржавой те слова впитались в кровь, Чтобы помнила держава про войну и про любовь. Валентин Осин, можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Это я. Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете о будущем репертуарного театра? Вы знаете, трудно думать о будущем. Сейчас такое время, все начинается с рубля, с экономики, с денег. Разговоры не начинаются с того, а что вы задумали, какой это будет спектакль, кто будет играть. Говорят, сколько это будет стоить. Очень жаль, если репертуарный театр исчезнет. 20 век это мекотеатр, Россия мекотеатр. Она научила многих понимать, что такое театр, Потому что таких, как Станиславский, Дмитрий Ильич Данченко, Мирхольд, Таиров и так далее, Не было больше. Они научили мир этому гениальному искусству современному. Когда мы были в Америке, много раз имели, кстати говоря, большой успех. К нам приходили Аль Пачино, Редфорд, Фонда. Понимаете, я и не помню фамилий. Станислав, все начинается. Там очень многие актеры остались в МХАТовске в 20-х годах. Они научили их играть. И Грегори Пек, и Мерлин Монро. Понимаете? И они смотрят с удовольствием наши спектакли. Психологический театр очень сложный. Он не менее сложный, чем синтетический театр, где танцуют, поют, где потрясающие декорации, где всякие фокусы. Психологический театр невероятно масштабен. Он может потрясать. Это занимается Брух, допустим. Он играет спектакль здесь. Что такое театр? Это коврик, и два стула, и два артиста. И будет потрясение. Потому что пределов нет воздействия психикой своей на зрителя. Это гораздо сильнее, чем фокусы. Сейчас, кстати говоря, фокусы очень заменяет суть. Это другая азбука, это другая речь. В театре, возможно, только одна азбука, человеческая, изнутри. Ее подменять нельзя, хотя в какой-то степени, вероятно, вспомогательные средства нужны. Но не до такой степени, когда сейчас мы смотрим один спектакль, который называется «Так, и не понимаем, что это такое». С такой смелостью, с такой легкостью переводится на современный язык то, чего там никогда не было написано. Для чего? Чтобы мы поняли, что это мы ничего не знаем про то старое время? Чепуха. Человек не меняется. Он остается один и тот же, и проблемы те же. Просто прибавилось много пошлостей. Ответственности нет никакой. Ради чего? Когда человек ничего не умеет, он начинает привлекать, чтобы были деньги. Фокусы. И очень многое зависит от нас, будем ли мы смотреть это или нет. Очень многое зависит от нас. Приучают, зомбируют людей. Но Россия и его театр выживет, я думаю. Потому что у нас еще есть люди. Я вот считаю, что Табаков с его учениками, Аллочка Покровская с его учениками, Петя Фоменко с его учениками. Это большая преграда всей этой гадости. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас посмотрим. Олег Ефремов был вашим учителем? Да, он был у нас учителем на первом курсе. Эдакий пионер-вожатый. Пришел, я думал, артист с бабочкой, как говорил мой отец. Хорошо, отец такой, знаете, с таким голосом. Масальский такой, знаете, артист. Вот это артист. А пришел пионер-вожатый. Я недавно видел таких у себя в пионерском лагере. Но он был замечательный. Потому что ничего лишнего. Он учил нас естественности и правде. Кроме того, он был уже заряжен на будущее. Он ощущал свое время. Он был смелый человек. Он говорил то, что в школе нам не рассказывали. Потом об этом он рассказывал через театр современников. Это большое значение имеет Ефремов. Потому что, может быть, Ефремов в Амхате был слабее, чем дух современники, который он оставил. Валентин Васильевич, вы работали с Олегом Далем. Какие у вас с ним были отношения? У меня с ним были особенно последний год. Хороший. Мы сидели с ним в одной гримуборной. Потом он ушел в Малый театр. Вы знаете, этот человек, который немножечко недотерпел. Ему надо было немножко взять себя в руки, и наступило бы его время. Он был очень противоречивый человек. Это артист на 200 лет вперед. Сейчас часто ищут артиста и говорят, похожего на Даля. Нам нужен похожий на Даля. Нет такого артиста. Это очень сложный, нервный. Я видел его, когда он репетировал «Пепло», а потом видел в театре. Я ничего лучшего в своей жизни не видел. Он был пепел, он сгорал, когда ты на него смотрел на сцене. Этот артист был очень многогранный, мог быть. Он умер, ему не было 40 лет. Он не видел ни утильной охоты, он не видел там еще какие-то свои картины. Понимаете, тяжело так жить. Он был близок с Володей Высоцкой и близок к нему. Когда хоронили Володю Высоцкого, он стоял полумертвый, его можно было вместе хоронить. Он сознательно уходил из жизни. Дело в том, что я на следующий день после похорон Даля оказался в его доме, поскольку мы были друзья. И жена его, Лиза, поставила запись стихотворения Лермонтова. Он готовился к спектаклю в сопровождении Арсенала. Это должно было быть в зале Чайковского по произведениям Лермонтова. Он выгнал всех из дома и записывал сам. Со случайной музыкой. Это нельзя было слушать. Страшно. Как он говорит, грустно, и скучно, и грустно. И некому руку подать. Любить, ну кого же на времени стоит? Труда навечно любить невозможно. Это было страшно. Это было сказано уже оттуда. И смерть его очень странная. По-моему, сознательная. Уважаемый Валентин Иосифович, что, на ваш взгляд, должен уметь актёр? Что? Хоть что-то. Но вообще, чем больше он умеет, тем он лучше. Понимаете, конечно, странное вообще, что такое актёрский ум. Это очень странная вещь. Иногда бывает, человек столько всего знает. Про всё может сказать. Столько читал. Заразитель он очень в жизни. На сцене ничего этого не видно. А средство выражения найти очень трудно. Это адский труд. Это другое соображение совсем. Что такое перспектива роли? Где важны акценты? Что у тебя волнует тебя, где ты выскажешь, что же ты хочешь? Это сложная очень вещь. Должен очень много уметь. И это часто нельзя объяснить словами. Артист сам должен играть много-много, чтобы потом, в конце концов, родилась какая-то маленькая формула с какими-то иксами и игреками. Здесь всё. Артисты – это и математика, это и литератор, и художник, и клоун. И прежде всего шут. Это высшее понятие, для меня кажется, артист. Шутовство. Валентин Новосифович, скажите, пожалуйста, от чего в жизни вы получаете удовольствие? Удовольствие? Я вот сейчас получаю удовольствие, знаете, треплюсь. Чувствую, что что-то не то, говорю. Мастер подкалывать на сцене. Что вы, я зажатый, это меня подкалывает, я не подкалываю. Иногда что-то бывало, но это так редко. Подкалывали, вот, Олег Павлович Табаков, Евгений Александрович и Всегней, и сам Ефремов. Это были мастера. Мастера Мхатовские, которые иногда, чёрт, играли в Гопкинс, которые в самый ответственный момент говорили, Гопкинс, и артист должен был подпрыгивать. Их даже вызывали в Кремль, в Министерство культуры. И там во время объяснения, что это делать нельзя, там кто-то сказал Гопкинс, а они все стали проникать. Вот так. Я вам должен сказать, что хорошая шутка, она нужна, она разряжает, она освобождает от чего-то. И разрушает зажатость и слишком невероятную серьёзность, которые страшны глупости. Валентин Осич, очень большая к вам просьба, почитайте что-нибудь из своих эпиграм. Эпиграм? Ну, самые ваши любимые, так скажем. Ну, что значит любимые? Вот Зиновий Герд, это хороший эпиграм, и даже не эпиграм, он сам ее читал. У него нога одна не сгибалась, вы знаете. О, необыкновенный Герд, он сохранил споры военные, одну из самых лучших черт, колено он непреклоненной. Ну, Аркаши Арканову, так сказать, одной из немногих наших сатириков, которую ещё можно слушать. Ну, не считая, конечно, великого Жванецкого. Аркан, друзей хоть пожалей, пиши, смеши, уйди в запой, с утра до ночи водку пей, лишь об одном прошу, не пой. Ну, а Жванецкому спросил однажды вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы щедрены, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины. Ну, вот. Вы знаете, всякое, сейчас горе от ума у нас поставили в театре, довольно интересный, любопытный спектакль, я советую вам посмотреть. Я сочинил только не для этого спектакля, это давно, после давно спектакля, я смотрел много лет тому назад. Зачем смотрел я ахинею эту? Где был мой посох, где была с ума? Как только началось, я закричал карету, и раньше Чацкого сошел с ума. Ну, так было, когда-то поставили в Амхате чайку, и Плесецкая станцевала чайку. Я видел оба этих спектакля. Я написал, значит, следующее. Двух чаек разом подстрелили. За что? Они почти летали, но в гапте не договорили, в Амхате не дотанцевали. Как вы сами оцениваете то, что сделали, уже сделали в искусстве? Я? Сделал, да что я, сумасшедший, что ли? Искусство. Все сделано вместе со всеми. Разве можно нас сравнить с тем хатом, который я видел? Вы знаете, к сожалению, мы не те. У нас что-то есть свое, но мы похуже. Мы похуже, знаете почему? Потому что то было значительней, серьезней и ответственней. И тогда их было гораздо меньше. Отбор был другой совершенно в театре. Сейчас хорошее очень смешалось с плохим. И иногда там проваливается. Вот хорошо я говорю про критерии. Хорошо, вот МХАТ был критерием. Я думаю, какая-то артистка на эстраде пела по-другому, потому что она знала, что есть МХАТ. Я понимаю разные жанры, но проживание-то тоже. Я никого не буду критиковать, но, понимаете, зомбируются люди иногда бездарностью. Часто. И люди уже вот ритмы-то хлопают. Понимаете, я не говорю, чтобы все очень серьезные ходили, не выходили из библиотеки поесть опять библиотеку и в театр. Все жанры хороши и веселье. Я очень люблю эстраду. Но когда это уже ниже пояса бьет, это нехорошо. Такое не должно существовать в такой стране, как наша. Здесь очень большие артисты этим занимались. Здесь пел Русланов, здесь пел Шаляпин. Я уж не буду перечислять, сколько здесь великих артистов. Это надо помнить. Ну, вы знаете, я вам сейчас прочитаю вот одно стихотворение такое. Ничего в нем особенного нет. Просто подводя итоги. Уже от мыслей никуда не деться. Пей или спи, смотри или читай. Все часто вспоминаешь Ваш детство зефирно-шоколадный рай. Ремень отца свистел над ухом пряжкой, глушила мать штормящий океан, вскипавших глаз белеса и барашки и плавился на нервах ураган. Отец прошел войну, он был военным, один в роду оставшийся в живых. Я хлеб тайком носил немецким пленным, случайно возлюбя врагов своих. Обсосанные игреки и иксы разгадывались в школе без конца. Мой чуб на лбу и две блатные фиксы были решенной формулой лица. Я школу прогулял на стадионах, идя в толпе чугунной на прорыв. Я помню поворотом каждый промах, все остальные промахи забыв. Иду, как прежде, по аллее длинной. Сидит мальчишка, он начнет все вновь, в руке сжимая ножик перочинный, на лавке что-то режет про любовь. Спасибо. Что я думаю о любви? Вы знаете, что такое? А что здесь думать? Если нет любви, жить не надо. Я в Сокольниках, где я жил. Я ездил на улицу Твергорького, как в Америку, понимаете? А в Сокольнике и были, там было все. Там была площадка, там был рынок слева, напротив психиатрической больницы, справа тюрьма, еще левее общежитие студентов. И там жила девочка замечательная, девушка, она была старше меня, она окончала 10 класс, а потом была на первом курсе. На университете, сейчас она доктор физико-математических наук, я был в нее влюблен, Дина Василенок. И когда она смотрела в окно, мы играли в футбол, я превращался в пеле. я не самый уж очень смелый человек, но я кричал на бандитской комаре, и дети, дайте мяч сюда, я ударю, что же вы, я стою открытый, дайте мне. И бил с такой силой, забор разваливался. А потом она отходила от окна, и я такой впечатлений, что я никогда по мячу не попадал. Вот что такое любовь. Вы знаете, сегодня очень хороший вечер. Замечательно, что есть такие люди, как вы, такие зрители. Если есть такие зрители, значит, мне все еще потеряно. Спасибо вам. Тякер. Чем он так причащает? В нем умереть иной готов. Как милосердный Бог прощает артистов, клоунов, шутов? Зачем в святое мы играем, на душу принимая грех? Зачем мы сердце разрываем? За деньги, радость, за успех? Зачем кричим? Зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, домой едва приковыляя, живет совсем-совсем не так. Не стыдно жизнь судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает туда, где прячутся мечты. Иллюзия опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь городка, как пьеса читка, но если веришь, будешь жить. Театр сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновенье, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением. Играем, разрешает бог. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.